здравствуйте дорогие друзья мы в новогорске молодежной сборной готовится к матчам отборочного этапа чемпионата европы 2021 года против сборных эстонии и латвии мы продолжаем общаться с нашими прекрасными футболистами сегодняшний наш гость наирте князян и давай начнем с самого главного расскажи всем сомневающимся как же правильно тебя зовут но если честно то мое имя правильно это наир наир это опечатка в паспорте к сожалению который не могу исправить уже 21 год и я надеюсь очень надеюсь что до конца этого года мне удастся поменять на мое неправильное имя на правильное дай бог а расскажи что значит во имя ведь каждый имя же имеет свое значение честно говоря я не знаю что значимое имя но мой отец говорил что в армении есть какие-то ассоциации с моей с моим именем с моей фамилии но честно говоря я не помню расскажи о своих корнях ну понятно что фамилию армянской но расскажи о родителях о маме папе где познакомились получается у меня отец армянин мать русская познакомились они санкт-петербурге в армении был только один раз это в четыре года родом я из питера опять же повторюсь и у меня много корней с армении но к сожалению на данный момент просто не хватает времени посетить скажем так сказать мою вторую родину поэтому а что ты больше русского или армянского а я по ситуации поле я думаю больше армянского все-таки целеустремленность характер напор это это больше от армянского да хорошо в каких ситуациях появляется русский где надо схитрить немножко но это тоже от армянского на самом деле на русский это некоторых ситуациях до проявляется у меня давай немножко относимся назад расскажи про свое детство в питере как прошло промерзший бромерший гол холодный такой питер почему футбол вообще ну хотел бы начать с того что питер вообще у многих ацессы ассоциируется с холодом с ветром и так далее так далее но для меня это очень комфортные условия возможно потому что я там родился если брать в общем и футбольную историю как все у меня начиналось то родители отдали в команду можно сказать дворовую команду которая находилась рядом с домом но с того момента все началось получается я там провел какой-то отрезок времени после уже можно сказать перешел в команду которая выше была уровнем встретил человека я считаю что мне очень повезло тренера в александр валерия челпанова с которым я работал на протяжении четырех лет и после того как я с ним добилась каких-то результатов мы вышли на россию среди моего возраста меня заметил цска и благодаря благодаря его работе моей работе как бы я сделал шаг вперед и попал собственно цска наверное каждого человека неважно футболист баскетболист во время становления его как спортсмена бывают такие периоды когда он сомневается в том а стоит ли вообще продолжать ну значит вылете на периоды хотелось выкинуть бутсы и все сказать был так но честно говоря я настолько люблю любил и буду любить футбол что таких мыслей вообще не возникало возможно были какие-то неуверенности в себе но за счет родителей и за счет людей которые на тот момент меня окружали я смог перебороть какие-то сомнения и двигаться дальше два позиционную историю разберем как ты определял свое место на поле куда тебе душа просила и куда тебя ставил тренер как помню себя еще самого детства я всегда любил больше обыгрывать забивать и позиционировал себя всегда как игрок атакующей линии но так бывает что у каждого тренера свой взгляд свои требования под них надо подстраиваться поэтому я не скажу что сейчас я где-то брезглифт в той или иной позиции где тренер меня видит там я и буду играть главное это играть совсем не комфортно нет таких не было окей идем дальше а был ли такой футболист против которого тебе играть никакого который тебя замучил и как ты не хотел счастью к счастью нет понятно идем дальше попал в цска что дальше попал в цска провел в академии три года даже три с половиной после решалась после того как уже закончился закончился академии возраст подходил к возрасту молодежной команды решалась будут ли меня брать молодежную команду или нет и мне повезло что меня взяли на пару тренировок после у нас была товарищеская игра после этого товарищеской игры мне сказали что меня хотят попробовать венужской лиги чемпионов и к моему удивлению я тогда вышел в лиге чемпионов будучи в команде буквально недели две я вышел с первых минут против тюнахэма мы выиграли тогда 32 и собственно стало момента все началось тренеру стал мне доверять я стал ну не сказать что железным игроком стартового состава но уже человеком по крайней мере ротации вот и собственно потихонечку так я двигался и какой-то момент меня пригласили просто не то что пригласили дали возможность потренироваться с новой командой сыграть в кубковой встречей вот собственно вот так когда страшнее было в матче против тоттенхэма или когда в основу так получилось что статанхэмом я узнал о том что я игра с первых минут буквально установки это за 23 минут до игры еще я узнал что будут транслировать по матче тв матч и я даже не успел понять что происходит я просто вышел у меня такие глаза бегали просто по полю и собственно слава богу без каких-то плохих действий я отыграл этот матч вот поэтому естественно страшнее было выходить за первую команду когда уже предварительно ты знаешь ты будешь играть вот но этот страх и волнение она проходит с первым касанием мяча и такой уравновит то есть психологически устойчивый и естественно бывают иногда моменты когда немножко тебя потряхивает но ты не имеешь права показывать это на поле вспомнив тот момент самый может который отложился тебе в памяти когда коленки что за матч вот прям реально это наверное первый матч как раз за основную команду против авангарда курского вот на кубок но опять же повторюсь волнение прошло буквально после первого касания мяча сейчас уже освоилась в команде конечно сейчас я понимаю что волнение волнение она имеет место быть она просто не должна перерастать в страх потому что страх влечет за собой какие-то ошибки и потерю концентрации и так далее и тому подобное поэтому я стараюсь просто контролировать себя и всегда самому себе внушать что это футбол без ошибок никак но если ты будешь ошибиться значит и себя в чем-то ограничиваешь поэтому надо играть просто раскованно и главное за горячим сердцем холодной головой не по годам очень мудро рассуждаю такой общем что я сейчас общаюсь не с ним там 20 большим а уже таким мудреным опытом человеком откуда ты черпишься жизни но богатый 5 речи у тебя льется спасибо большое вот как раз несколькими минутами ранее я тебе сказал что я все беру из личного опыта хоть не 21 год но встречаются в жизни ситуации когда надо принимать какие-то взрослые уже ответственные решения и даже если вспоминать как я переезжал в москву мне было 14 лет я переезжал абсолютно без родителей один на тот момент я понимал что все только зависит от меня за свои поступки буду отвечать я наверное это просто и дало свои плоды рано и взросление да 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 то есть когда ты выходишь из зоны комфорта просто приезжаешь опять же один у тебя дискомфорт зона которая ну зона которая для тебя вообще не комфортно абсолютно и в таких условиях ты начинаешь быстрее воспринимать какие-то вещи быстрее взрослеть и так далее какой ты себе следующий шаг поставил для выхода из зоны комфорта но я думаю для начала надо закрепиться своей основной команде стать лидером не побоюсь этого слова но для этого опять же надо очень много работы проделать и дальше уже идти на ступень выше скажем так сектор михалченко постоянно общаетесь какую роль он тебя отводит сейчас и какую бы роль он хотел бы отводить будущем но я думаю роль моей в команде как у любого футболиста если я выхожу на поле если я имею скажем так какие-то игровые минуты я обязана давать всего себя и роль в команде она очень просто это приносить пользу отдаваться на поле вот на данный момент это так немножко скажи кто в команде твои главные друзья что в принципе понятно кто но тем не менее расскажет друг тут нет ну естественно я бы выделил наверное костюм радиш или так как мы с ним и наша разница не очень в возрасте не очень далеко ушла так скажем вот поэтому мы с ним больше проводим времени за полем на поле но опять же так сложилось к счастью что отношения в команде со всеми хорошие со семь можно найти общий язык и у нас действительно сейчас собрался очень такой дружный коллектив поэтому никаких проблем в коммуникации нет как находил общий язык а там ничего не надо искать он сам тебя найдет если ему надо поэтому там никаких проблем с братьями сразу имеешь ввиду когда они были футболистами и так и так ну да действительно эти люди с багажом опыта довольно таки большим и постоянно к ним за советом обращаешься берешь какие-то рекомендации поэтому тоже никаких проблем не возникало что говорят что советует ну опять же это по футбольным каким-то вещам когда у меня возникают вопросы как не действует той или иной ситуации просто я могу спокойно подойти спросить не им не дадут ответ на мой вопрос из тех матчей что-то успел сыграть как у тебя остался на текущий момент в памяти как самый лучший но мне на самом деле трудно объективно оценивать свою игру со стороны я думаю это больше к тренерскому штабу вопрос но для меня каждый матч получается запоминающийся потому что я выхожу и защищаю эмблему своего родного клуба и получаю от этого колоссального удовольствия поэтому каждый матч сейчас задам к вам вопрос родной клуб циска но я помню и мы знаем что ты мог оказаться в зените расскажи про эту историю почему не путь не то чтобы не получилось как ты не оказался нити хотя были вариант получается когда я перешел в команду локомотив санкт-петербург локомотив приморских кому как удобно и начал там проявлять себя скажем так я играл на позиции центрального нападающего забивал опять же дел какие-то хорошие действия на поле пару раз точно я не хочу сейчас врать до приукрашивать как-то на пару раз точно академия зенита на меня выходила и я всегда им отказывал потому что считал нужным это для собственного развития так как в академии на тот момент не знаю как сейчас но всех футболистов их по данную систему грубо говоря загоняли и если ты смотришь точнее если тогда можно было посмотреть на моих ровесников из академии они все были приблизительно равны никто не выделялся на всеобщем фоне а своей команде был лидером мог сделать какие-то хорошие действия опять же забить гол проявить себя тем самым сделать так что на меня обратили внимание другие клубы помимо академии зенита еще один ковар вопрос а твое сердце какому клубу принадлежит ну я думаю это очень это риторический вопрос здесь даже отвечать не надо это понятно я думаю цска конечно классно не как у саши максименко всегда циск агу с того момента как я приехал в академию цска вот 100 момент туда хорошо и зарубежный клубов какие тебе импонируют я даже об этом сейчас не думаю у меня мысли только об одном поэтому вперед я не смотрю ну слушай а что да предположим ты же или ты сак или у тебя как у игры должна вся жизнь в одном клубе трудно отвечать на такой вопрос я не люблю давать обещание потому что не знаю что произойдет завтра в моей жизни но на данный момент я игрок цска я не хочу думать вообще других каких-то клубах неважно европа это азия или что-то еще неужели у тебя мальчишка не было мечты поиграть барселоне реалию манчестер юнайт нет мечты были опять же но чтобы эти мечты реализовать надо сделать и проделать много очень работы поэтому я стараюсь как можно больше работать и будет как будет я не устану тебя допытывать все таки на каком клубе если были учился я думаю да мне очень нравился диде драгбата как я играл опять же повторюсь на позиции центрального нападающего я помню в финал 2012 против баварии вот и до этого мода этого матча я тоже как бы у меня всегда была скажем так детская мечта играть челси поэтому челси давайте немножко сборные молодежные сборные новогорский институт юношеские сборные ты уже прошел теперь вот молодежный насколько сильно отличается жизнь и игра за клуб и игра за сборную если ты профессиональный спортсмен и всегда требуешь от тебя максимум то отличие в принципе никаких нет единственное просто есть различия в тактических вещах в требованиях но повторюсь если ты профессионал ты обязанных выполнять обязанных делать поэтому никаких никаких проблем в этом вообще нет обычно хочешь общение с ребятами тоже кубит понятно время находишь а здесь сборная солянка клубы разные футболисты разные практически 80 процентов команды я знаю и проблем в поиске каких-то там общих тем нету поэтому все в этом плане хорошо ускоряемся нас осталось мало времени давай немножко раскрывать тебя как личность понятно что ты футболистом не подумают и один расскажи немного о своих увлечениях как проводишь время в пресс-марой ты говоришь дружить и соответственно как минуткой свободы что делать честно если честно горит я то сейчас не для интервью просто искренне у нас с такой хороший получается диалог помимо футбола я в принципе больше ничем не увлекаюсь я приехал на тренировку приехал на базу отренировался вернулся домой и стараюсь выделять много времени восстановлению но опять же если есть иногда желание можно съездить в кино просто погулять вот в этом никаких проблем нет фильмы какие тебе нравится может быть жанре какие-то триллер скорее всего да фильм который держит напряжение и в то же время очень интересный какой триллер смотрел пленницы пленницы вот этот фильм выделю пленницы с хью джекманом главной роли смотрел но но да 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 но не очень не зашло огни баллы смотрел хороший да да музыка меломан абсолютно то есть я могу слушать соя потом трэвис скотта без разницы и только того того же летний дождь ну в этом плане я разносторонний так просто получилось я не знаю то есть тут зависит все нет не от исполнителя от того какая вообще мелодия в песне какие слова поэтому я говорю у меня вот вкус они в этом плане разные сейчас прям за живой зайдет большой поклонник игре торкова но мне 38 тебе 20 небольшим мне кажется когда он погиб ты вам даже еще нас это не родился как ты эту музыку нашел случайно просто через мобильное приложение натыкаюсь то есть и для себя понимаю что ну действительно очень хорошие песни которые можно и нужно слушать ему ну про личную жизнь расскажи на и к за сердцем такой юноша хоть много охотниц можно сейчас и сейчас сразу может разочаровать или дать кому-то надежду самое главное охотница моя жизнь меня уже нашла поэтому я человек скажем так семейный я живу уже довольно таки давно со своей девушкой вот поэтому вот вся моя личная жизнь когда это мы посмотрим хорошо сколько детей бы хотел 22 ребенка в семье я думаю это девочка мальчика то что надо это баланс футбол поддашь кого-нибудь я считаю что надо всегда оставлять право выбора за своим ребенком не навязывать ему что-то потому что это неправильно главное чтобы ребенку нравилось то что он делает вот и заключительный вопрос скажи мне родители всегда поддержит выбор стать футболистом да даже были ситуации когда я пропускал школьные занятия выбор стоял между учебой и футболом и всегда футбол поэтому мне в этом плане очень сильно повезло ну и самый-самый заключительный мечта вот скажи о чем мечты чтобы у моих близких все было хорошо они не все мне нуждались это помимо мечты это еще мой главный мотиватор я считаю сильнее мотивации в этой жизни нет когда ты живешь ради кого-то ради своих близких данном случае поэтому вот эта мечта и одновременно мотивация дорогие друзья можно не за просто этот прекрасный итог мы были в новогорске модели сборная я наш прекрасный совеседник я бы на самом деле со мной пообщался бы еще общался очень спасибо друзья увидимся на матчах